Здравствуй, бабка. Ты опять мне снился. Только в этот раз не на войне. Я немного даже удивилась. Да чего ж ты прежний был во сне? Прежний-прежний, но такой же самый. Точно не видались мы два дня. Ты сбежал, поцеловался с мамой. А потом поцеловал меня. Мама будто плачет и смеется. А я вижу и висла на тебе. Мы с тобой начали бороться. Победила я тебя в борьбе. А потом несу тебе два осколка, что нашла недавно у ворот. И сказала я, а скоро елка, ты приедешь к нам на Новый год? Я сказала тут же и проснулась. Как случилось это, не пойму. Осторожно к стенке прикоснулась. В удивление глянула во тьму. Тьма такая, ничего не видно. Аж круги в глазах от этой тьмы. Да чего ж мне сделалось обидно, что с тобой вдруг расстались мы. Папа, ты вернешься, невредимый. Ведь война когда-нибудь придет. Миленький голубчик мой, родимый. Знаешь правду, скоро Новый год. Я тебя, конечно, поздравляю и желаю больше не болеть. Я желаю, прижелаю всех фашистов одолеть. Чтоб они наш край не разрушали. Чтоб как прежде можно было жить. Чтоб они мне больше не мешали. Обнимать тебя, тебя любить. Чтоб над всем таким большущим миром днем и ночью был веселый свет. Поклонись бойцам и командирам. Передаем от меня привет. Пожелаем всякую удачу. Пусть идут на немцев день и ночь. Я дышу тебе. Чуть не плачу. Это так. А честь твоя дочь. Твоя дочь.